Тема нашего круглого стола сегодня будет кризис доверия. Доверие это такое личное ощущение, и поэтому я хочу, чтобы мы с вами сейчас поговорили просто как люди, не как общественные деятели. Вопрос первый звучит так. Случалось ли вам, будучи уже человеком государственным, все-таки вы государственный человек, чувствовать незащищенность в каких-то ситуациях, даже беззащитность? Приходится такое? Конечно, бывали такие ситуации, когда, ну, казалось бы, совершенно конкретный ответ «да», ты получаешь «нет», и у тебя опускаются руки. Конечно, бывает. Можете ли вы вспомнить сейчас случай, когда вам приходилось оказаться в состоянии, что вас обманули, и настолько глубоко, что вы чувствуете обиду, может быть, даже до сих пор? Ну, знаете, пожалуй, я скажу так, обидеть меня практически невозможно, я не обижаюсь. Голубых кровей — это удел совершенно других людей обижаться. Я делаю выводы обычно, иду дальше, стараюсь извлечь из этого все равно какую-то пользу, потому что отрицательный результат, он тоже результат. И уже в соответствии с результатом дальше принимать решение. Но вот несправедливость, она, конечно, бьет по всем. Это не обида, это просто пощечина, можно сказать. Это то, что делать нельзя. Мы вообще забыли же такую норму жизни, к сожалению. Когда что-то происходит хорошее, нормальное, я бы так сказала, какая-то помощь, решение какой-то проблемы, и говорят спасибо, огромное спасибо. Да не, это норма, мы забыли же такую норму. Понимаете? А это, в принципе, нормальное отношение. Это нормальное отношение, связь человека, обратившегося, который платит налоги этой стране, и который имеет право от служащих получить решение вопроса, проблемы, даже не решение, хотя бы ответ, пускай даже отрицательный ответ, и он это не получает, то, конечно, это ужасно, это неправильно. Для этого, я думаю, сегодня мы собрались здесь, и я очень благодарю организаторов сегодняшнего круглого стола на самом деле, потому что проблема, по которой мы сегодня собрались, ну, суперактуальная. И я думаю, что если каждый задаст себе вопрос, а что он сделал для совершенно нормальных человеческих отношений, что он сделал для того, чтобы эти человеческие отношения были настолько, не только даже нормальные, а от нормальных до замечательных, когда ты горд, что ты кому-то помог, даже переступив себя, и ты потратил свое личное время, на самом деле это заставляет уважать самого себя. Я думаю, что тот человек, который решает какие-то проблемы других, я думаю, что он получает больший кайф, чем те люди, которые получили решение своей проблемы и получили какую-то помощь и благодарны. Поэтому вы делаете благое дело, и я думаю, что если мы изменим культуру общения, культуру отношений в нашей стране, то и к нашей стране ведь тоже изменятся отношения. Как бы у нас замечательная страна, но иногда, вот знаете, в туризме говорят, что израильтяне занимают первое место по просто... по хамству. Ну да, я... как бы это секер, это просто общественное мнение, это не Софа Беллин говорит. Я говорю конкретные вещи, которым есть доказательства. Поэтому, когда говорят, что имидж страны нашей надо поднимать, так надо начинать с себя, из имиджа наших отношений между друг другом. Спасибо большое, и спасибо еще раз организаторам. Последний вопрос. Представьте себе, что у вас в руках есть все возможности для того, чтобы изменить ситуацию. Что бы вы сделали для того, чтобы поселить доверие между всеми в нашей стране? Что бы я сделала, чтобы поселить доверие? Вы знаете, у меня есть рецепты, но эти рецепты, они государственного уровня. Эти рецепты, которые должны пройти законы кнесетские в первом, втором и третьем чтении. Поэтому я не думаю, что мы так на коротке можем это... Как бы я в двух словах могу вам сказать, но рецепты есть, они дорабатываются. Вы сейчас услышите умнейших людей за этим круглым столом. И, может быть, мы вместе все за круглым столом, и при этом такой замечательной интеллигентной интеллектуальной аудитории, может быть, мы хотя бы начнем решать, в самом начале этого пути начнем решать эти вопросы и пути их решения. Супер, мы будем ждать. Спасибо. Спасибо.